так ребята сегодня будет у нас такой визуальный чек-лист что нужно делать сразу после того как вы выложили видео на тик токи и как раз заодно ту тему продвижения так сказать глобального продвижения в тик токи и нашего трон челленджа и нашего клуба и вообще проекта который мы сейчас работаем сейчас расскажу как это все охватить и все вместе сделать чтобы максимально увеличить эффективность смотрите друзья когда вы закроем когда мы видно вам экран кстати айпэда тик ток видно видно смотрите открываю например крайний остановили porsche panamera так смотрим ребята ну как делать ролики в принципе вы уже знаете делали мы уже там на несколько зумов оказывали разные варианты кто-то хотел что-то сказать сразу остановился смотрите друзья еще такой лайфхак по тому как сделать именно видео записать смотрите там выходите вы на работу гулять там собаку себя выгулять в парк там или еще куда возьмите собой ну принципе на на телефон никто даже собой ну все берут собой никто его даже до спать ложится на под подушку все 5 чтобы был рядом и такая болезнь смотрите берете с собой телефон идете в парк ближайшему там дерево ближайшему какому-нибудь красивому объекту берете просто снимаете он как здесь например я просто взял там возле дерева повращал телефон смотри все взяли сохранили у себя его в черновики и все и пошли дальше увидели какой-то красивый цветочек тоже повращали телефон записали видео и вот у вас уже вы приходите домой у вас уже есть там например ну мы как бы пришли к тому что нужно делать два два четыре два тире четыре ролика в день поэтому в среднем берем три ролика нужно три заготовки таких сделать в черновике и чтобы вы потом не морочили себе голову и ну хотите можете картинки на задний фон делать это еще проще ну вроде бы как такой визуал который записывается именно через внутренний видеоредактор тик тока он как бы больше оценивается больше тик ток его продвигает в рекомендованы поэтому делается это две секунды ну буквально ну делайте не меньше 8 секунд эти ролики это тоже такое как бы пожелание смотрите дальше что нужно сделать когда вы загрузили этот ролик уже что вам нужно дальше делать смотрите как только вы загрузили ставите себе сердечко нажимаете ставите себе плюсик дальше ниже нажимаете поделиться не туда нажал три точки поделиться и начинаете у вас уже должно быть до этого как бы twitter instagram вконтакте facebook там еще какие-то там соцсети которые есть нажимаете например twitter нажимаете твитку я здесь отменить а так так twitter и прошли сразу по всем соцсетям которые у вас есть инстаграм добавили так одного хулигана отключили нет злостного хулигана только сейчас отключили так ребята дальше смотрите поделились вы в соцсетях дальше смотрите следующее действие что вы делаете заходите в комментарии и пишите первый свой комментарий там например там чуть что-нибудь там ну опять же здесь там подробней пиши в личку там то как общается или или телеграм и дальше пишите здесь название своего канала который вы создали например трон рокет все запостили тоже поставили лайк сразу дальше смотрите ребята когда у вас уже появляются комментарии ну естественно вы берете эту ссылку и как бы в наш чат марафона кидаете друзья вам как бы взаимностью отвечают как только у вас появляется комментарий берете опять же ставите всем лайки и всем отвечаете на комментарии то есть таким образом например у вас стоит у там 10 комментариев 12 вы ответили у вас уже 24 комментария плюс сколько 24 лайка вот вам такой лайфхак естественно тик ток чем больше социальная активность на старте тем больше вы как бы больше вероятность того что вы попадете рекомендованной больше трафика получите то есть мы уже на как бы на старте увеличиваем шансы попадания нашего ролика в рекомендованы дальше смотрите что еще теперь смотрите что вы дальше делаете переходите на вот внизу интересное нажимаете эту лупу так называемую набираете здесь заработок в интернете поехали вот и берете это уже работа с лидерами мнений это вам дополнительный трафик именно за счет комментирования и за счет того что вы лайкнули лайкайте нажимаете комментарий я уже здесь писал вот мой комментарий типа я написал а я зарабатываю на трончели челлендж или можете написать а я зарабатываю там крипто лидер склад это продвижение уже как бы и хештегов основных наших по которым мы будем получать еще дополнительный трафик плюс вы обращаете внимание автора этого у которого уже свои как бы есть подписчики которые когда заинтересуется он может к вам обратиться и у вас будет уже как бы очень ресурсный человек такой плюс все кто заходят комментарии а здесь смотрите 200 комментариев только написано то есть как минимум 200 человек зашло и и еще я думаю в три раза больше а то и пять раз больше зашло и просто прочитали не написали также как еще больше привлечь внимание к своему каналу вы берете и лайкайте понравившиеся например комментарии и надо делать это как спамер не надо делать просто сели так и руки как автомат берете лайкайте всех подряд это естественно никому не понравится надо аккуратно два-три там лайка поставили почитали там кому-то можете там кому посмотрели кого у кого например больше всего ответов написали тоже какое-нибудь свое мнение то есть вы еще дополнительно на свой канал получаете еще трафик целевой уже от уже лидера умений по данной тематике плюс вы получаете большую с большой вероятность человек который как бы является ну владелец данного канала он обращает внимание и может быть не сразу но если там вы напишите там еще там 10 человек или там сколько сейчас 50 человек осталось чате марафона вот представьте 50 человек написали одному или там нескольким вот этим лидерам мнений и обратили внимание это по одинаковому хэштегу по одинаковым там например я зарабатываю на троне ну пишите конечно не такие как бы ну не спамные комментарии а просто там можете ответить на какой-нибудь комментарий тоже привлечь внимание можете обратиться к автору там вы сами понимаете это уже социальная инженерия и это как раз дополнительный трафик для ваших для ваших видео для ваших каналов и тем самым вы привлекаете внимание именно лидеров ресурсных людей которые когда обратятся к вам вы получите очень жирный так сказать ну людей которые ресурсные с которым от которых уже своя аудитория и вам то есть вы берете и ваша эффективность увеличивается в разы естественно это нужно делать регулярно не нужно никаких быстрых там не ну там сидеть и просто лайкать всех подряд там как автомат делать там не нужно это делать вы как обычный человек вам за вы зашли вам понравилось видео вы лайкнули написали комментарии пролайкали там несколько комментарий комментариев других там посмотрели зашли другое видео то же самое лайк 0 ну это похоже то же самое кстати можете вот смотрите тоже идеи для видео кто не знает где идеи брать для видео берете и смотрите у человека те которые ролики забрали больше всего вот например топ-3 приложения для заработка на телефоне и делаете себе похожие набираете сразу то есть таким образом вы включаете понимаете вы выбираете самые эффективные действия вы наблюдаете за людьми которые уже как бы имеют какую-то эффективность смотрите вот ролик например как заработать школьнику 500 ривен 1200 рублей за два часа вот смотрите этот ролик нажимаем ну и так далее смотрите тоже лайкнули написали комментарий и дальше смотрите например вот следующий 40 тысяч просмотров вот вам как бы такой лайфхак вот за 73 то есть приложение для заработка на телефоне можете показать приложение для заработка рассказать о кошельке трон о том что можно зарабатывать на там проектах опять же не нужно называть какие-то там конкретно что это супер сейдж там еще какие-то проекты просто интригуйте людей и как бы доводите их до лички до общения до чата и там уже как бы работайте с ними объясняйте людям так ребята я в принципе по этому все сказал кто хочет добавить у кого какие вопросы не хочу затягивать я хочу чтобы такой коротенький был именно чек-лист чтобы вы могли его просто просмотреть и просьба просьба ребята кто работает конве кто делает чек-листы визуальные там попробуйте сделать вот именно по этому видео какую-нибудь картинку которая будет написано то что вот это все по пунктам что нужно сделать чтобы людям было удобно мы скинем чат и будет как раз перед глазами и видео и такая картинка на который посмотрел взял сделал видео и как раз просмотрел правильно ты все сделал не пропустил ты какого-то пункта чтобы все было перед глазами и удобно так друзья давайте заключайте микрофон и задавайте вопросы может кто-нибудь еще какие-то советы какой-то опыт поделиться своим у нас кстати давайте поздравим сразу толика у него сейчас если я найду да вот я найду нашел вот человек когда он сделал я не знаю сегодня вчера он сделал 14 тысяч просмотров вот ролик а это я этот человек да сегодня толик ты здесь да олег я здесь я просто зашел с опозданием большим зашел с большим опозданием интернет ужасный ничего практически не слышу но увидел свои ролики вчера я ролик сделал и он попал в рекомендации буквально за 10 минут там было 12 тысяч просмотров вот вам первые результаты которые первые результаты человек как бы дело ну я так понимаю давай поделись таляныч как ты считаешь почему секрет твоего успеха давай нашим ребятам расскажи как ты до этого дошел какие у тебя секретные фишки и что ты применял какую магию ну олег там никаких секретов в принципе нету все то что ты говорил я просто выполняю даже если ролик какой-то бредовый я его все равно закидываю ну скажем так в обязательном порядке нужно минимум два ролика в сутки бросать зайдет он рекомендацию не зайдет это уже такое дело очень важно первая картинка цепляющая первый текст и ну и удержание до последнего тоже немаловажно и чтобы человек как можно больше раз его просмотрел за счет какой-то непонятки в конце там вот основа ребята это регулярность как минимум два-три ролика делайте и не бойтесь там не надо вам делать какие-то идеальные сразу там супер ролики вы очень удивитесь тут логика не работает вообще от слова абсолютно здесь просто все на эмоциях и и то что вам по кайфу то что вы может боялись раньше сделать сделайте покажите это как бы это сейчас привлекает здесь все немножко от тебя тем ребятам команде кто этот зуб смотрит ну сейчас прямом эфире кто будет смотреть сайты они должны понимать что не нужны ну не нужно однотипные ролики кидать не важно какой будет контент главное чтобы он был регулярным это раз а второй ну на данный момент всем нужно просто раскачать свои аккаунты и какими методами разогреть по сути надо да 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 просто разогреть нужно максимальное количество просмотров лайков там и все остальное сейчас основная задача у всех даже там я не знаю свою кошку собакой снимать но чтоб это людям зашло это кстати заходит вообще я как-то снял собаку да и как бы зашло но там даже без лайков без ничего это любят все основная задача это просто раскачать свой аккаунт ну вот на первых парах на данный момент ну да это то же самое вот как и на ю тубе тоже надо показать что ты регулярно снимаешь ролики что ты пришел всерьез и надолго и ты пробуешь и ты разноплановый ты не спамишь одними и теми же роликами там скачанными или с одной картинкой берешь про и проявляешь себя как бы творчество какие-то там ищешь какие-то эти ну ребята вы все равно сейчас не угадайте пока не сделаете разноплановые ролики и тогда вы найдете свой стиль и вам будет по кайфу это делать и пойдет аудитория смотрим чате что там еще запись будет ребята жандос будет запись да будет все ответили на вопросы ребята давайте а давайте я счета да покажу уже как бы смотрите из того что я так стоп из того что я делал какие эксперименты то что вот во всех этих мануалах пишет пишут как ну такой один из секретов вирусного ролика смотрите вот например этот набрал полторы тысячи остальные там ну как бы 300 170 50 13 там но вот именно тот который сделал на по этому сценарию смотрите как он ролик длительностью всего 8 секунд 6 секунд идет тут первая картинка вот вот это вот картинка потом сейчас вот и дальше две секунды вот этот вот текст который первая как бы интригующая такая как бы ну вопрос задается или какая-то там закрывается какая-то потребность целевой аудитории а дальше на две секунды всего идет текст что нужно сделать для того чтобы он получил например этот секрет секретный секрет то есть две секунды они естественно не успевают они получается смотрят еще раз этот ролик кто-то нажимает на паузу ну кто-то начинает смотреть еще раз этот ролик и таким образом такой такая фича для того чтобы увеличить просмотры опять же чем больше смотрят ваши ролики ну например не сто процентов а если например сто десять или там даже двести процентов если там два раза посмотрю посмотрят все как бы ваш ролик то это как бы большой такой залог того чтобы попадает этот ролик в избранном не в избранное в рекомендованной реки будем использовать слова уже тик токеров вот какие у таляныча было там где он там качели-качели потом какие-то страшная картинка инопланетянина и все естественно те кто не рассмотрела там всего несколько секунд тоже по такой же схеме полностью сделал ролик восемь секунд длительность шесть секунд такая ну заманушная такая голливудская такая какая-то интрига потом опа какая-то не неожиданная развязка которая длится несколько секунд там не больше двух секунд и потом раз и ролик опять начинается сначала и опять люди ждут опять как бы конца для того чтобы рассмотреть даже второй раз чтобы нажать на паузу и рассмотреть им нужно будет еще раз посмотреть этот ролик то есть за две секунды они первый раз не успеют нажать на паузу вот вам такой секрет сценария так сценарий такая схема вирусного ролика естественно все такие делать не нужно как бы делайте разнообразные ролики какие хотите как вам интересно там можете о своих там интересах рассказать какие-то там мотивации в общем тут как бы вообще никаких границ в плане там творчества все что хотите то и делайте ребята есть поэтому у меня у меня сегодня на глаза попался один я немножко опешил короче восемь секунд просто молчание и лицо в камере восемь секунд 2 чем-то миллионов просмотров круто да да у тебя ссылки не осталось нужно как бы рассматривать можно поэкспериментировать ну ничего просто вот знаешь бесконечное видео одно и то же как бы восемь секунд прошло и ты думаешь а что интересно дальше будет что он молчит а оно заново начинается просто бесконечно вот кстати зацикленные да я про зрители они тоже я видел мне попадалось там видел зацикленное видео девочка спускается по ступенькам проходит в левый край экрана исчезает там и появляется опять сверху то есть как бы оно полностью зацикленное и музыка так же играет что нету ну не видно где склейка и ты можешь смотреть как бы уже там несколько ты посмотрел то есть как бы прокрутил ну не прокрутил ты просмотрел смотришь когда это закончится чем это закончится оно бесконечно это тоже можно с этим экспериментировать попробуйте кто-то там собака которая слева направо например проходит и появляется с правой стороны опять и так бесконечно или там какой-нибудь падающий доллар или там купюра какая-то денежная пролетающая с одного оси кто-то так сможет склеить и вырезать это просто в редакторе и музыку так наложить чтобы оно как бы бесконечное считалось можно такой вариант попробовать ну я пока что вот этот бесконечность не могу освоить я уже перепробовал миллион ну миллион попыток было и у меня не получается вообще а если на штатив поставить камеру и что-то делать как бы а потом просто ну если бы он был я бы поставил ну штатив знаешь как делается к другу привязываешь скотчем или к себе или там ставишь куда-нибудь на стул да и все это проще простого скажи а ты не сталкивался вот чтобы через гоупро снимать там ну или любую акшен камеру как она воспринимается после того как ты будешь заливать на ютуб ну ну не на ютуб а на кино будет вот так вот она располагаться как бы не на весь экран она уж не вытянутая будет если ты не выдержишь именно часть а будет черная сверху и снизу я понял я понял не совсем будет или или ты изначально надо переворачивать как-то ну это тоже не будет так вот то есть это не такой ну не формат у меня у самого лежит я уже думал там приколоться там как-то и там же под водой там чехол этот есть под водой можно снимать это вообще прикольно вот у меня так же валяется себе и толку нет ну да надо на природу поехать наснимать ну опять же это надо будет как-то резать телефон сейчас все заменил так что смысла уже нет в этих камерах так ребятки ребята почему все молчим давайте обратную связь какие вопросы у кого то есть вообще все боди себе нашли все разделились по три человека ну че мы не молчим мы перевариваем Олег это хорошо доступно рассказываю да ну доступно но видео я потом еще раз зум пересмотрю потому что все равно информации много всегда и быстро сразу она не укладывается это нормально как бы ребята главное не останавливаться идти вперед и все уложится укладется покладется наложится Олег можно вопрос да Олег смотри а просмотры идут не хочу если человек получается несколько раз просмотрел ролик это будет считаться как несколько раз или один раз да да это будет ну я не уверен на сто процентов что это будет считаться как несколько просмотров, но сама удержание удержание будет расти понимаешь удержание как на ю тубе есть такой как бы метрика они все хотят «соц сети» чтобы Если у тебя смотрят чуть ли не до 100% и выше, то это как бы интересное видео, они считают, что тебе надо дать возможность как можно больше людей, чтобы увидели твое творчество. Все, понял, спасибо, Олег. Пожалуйста. А скажите, что такое питание? Хотела запросить, я новенькое, только сегодня и начала. Давай, Натали. Тик-токи працювати. Вот это видео, например, с качелями. Это вы отдельно скажете, или в приложении оно доступно, чтобы так редагировать? Нет, это Толяныч сам снял там прямо в приложении. Наташа, посмотри, есть видео как раз там, где уроки по марафону, там есть несколько видео, я рассказывал, как именно снимать этим внутренним. Тут несколько вариантов есть. Тут внутренний есть как бы видеоредактор такой, которым ты можешь снять, обработать и сразу же как бы выложить это видео. Или в черновики добавить и потом... Так, так, я это видела. Просто таки часто в видео невеличкие ролики добавлены, то я думаю, чи это есть там деякие доступные, или это все в смеи? Нет, смотри, тут даже смысла нету как бы качать, потому что, ну, чужие ролики, потому что Тик-Ток очень любит творческих людей, которые сами снимают свое уникальное видео, понимаешь? Это как и на Ютубе. Если ты скачаешь чужое, то тебя, скорее всего, пессимизирует, твое видео, скорее всего, не будет набирать каких-то там больших просмотров, тебе никогда рекомендации не направят, трафик с рекомендованного. Все хотят, чтобы, понимаешь, создавались как бы, ну, люди приходили сюда, творцы, творческие, там, лидеры мнений, создавали уникальный контент. Поэтому нету смысла чужие видео брать. Ну, ты видишь, оно очень просто делается на самом деле. Можно... Олег, знаешь, как вот, как я делал вот эту нарезку с качелями? Я просто на камеру... Пошел в парк, да? Да, я прямо с телефона вот просто вот эти коротенькие видео по три, по пять секунд поснимал, 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 все что угодно. А потом уже дома все слепил в кучу, и все. Да, вот вам секрет. Ну, то, о чем говорю. Как программка называется, вечно забываю. Видеолип, вивокат. Ну, вот это, что ты ссылочку бросал в кем, вивокат, наверное. Ну, там очень удобно работать. Да, я же, ну, как бы, есть, видимо, там вообще очень легко просто все делается. Ну, там есть платная версия, вот это, конечно, уже, ну, про-версия, там, конечно, больше наворотов. Да, ребята, ну, как бы, я себе купил, например, платную версию, там, и, как бы, она не так много. Да, на андроиде вы сами знаете, что есть, как бы, возможность скачать для тех, кто не хочет платить. Ну, и там тоже, там, как бы, не так дорого это все стоит, если это вам надо, опять же. Если вы планируете, там, всерьез и надолго, как бы, если вас эта идея захватила, радует и дает результаты, то почему нет, как бы. Ну, в любом случае, мы все взрослые люди, вы все знаете, если вы захотите, вы найдете способ, как бы, и скачать, и бесплатно эту программу, и, а если кто-то уж там так серьезно заморочится, то можно и купить ее, это, надолго, эта программа, как бы, ну, это ваш инструмент, и тут даже нечем говорить. Каждый найдет путь, как бы, свой, то, что ему ближе к душе. Кто-то купит, кто-то скачает, кто-то, там, найдет альтернативу, потому что сейчас вообще без проблем. Так, друзья, давайте. Я вас оставлю, спасибо за Zoom, запись пересмотрю еще раз, что пропустил, просто завтра 1 сентября, и нужно готовить. Да, да, поэтому я понял, я уже на таком, на старте. Спасибо большое. Пожалуйста, товарищ. Давай, ждите новые видео. Давай, порадуй нас. Про 1 сентября завтра будет. Да, давай, это будет круто, это будет тренд. Ну, давай. Так, ребята, если нет вопросов, все идем готовиться к 1 сентября. Нет вопросов, ребята? Все, ну, отлично. Тогда будет короткий Zoom, и легко будет смотреться. Можно вопрос? Да, можно. Я хотела спросить наших батей, это, если, это свой напарник, да, который под... Тот человек, с кем вам комфортно, желательно это, чтобы с вашей командой было. Если вы не нашли, обратитесь к лидеру. Ну, я просто не искала, меня тоже никто не предложил, и я не знаю, кому можно... Надо быть активным. Может, кто-то есть свободный? Да. Ну, туда. Обращайтесь. Прорекламировать. Все, отлично. Пожалуйста. Ну, все, ребята, я так понял, вопросов нет тогда. Всем спасибо за внимание. Все. Олег, Олег, забыл. Всего за звук. Десять секунд можно? Да, можно, конечно. Нужно по три человека, правильно? Ну, желательно по три, можно хоть по пять, хоть по десять. Минимум два, но лучше по три, потому что, ну, у нас такая... Мы уже так работаем по командной стратегии, минимум три человека, что, ну, как бы, вот идет общение, мотивация, поддержка друг друга. Если человек, там, что-то, там, не сделал, как бы, взяли, там, позвонили, ему написали, промотивировали. Хорошо. Спасибо. Так, ребята, все, еще две секунды, и все. Человек, извините, я что-то поздно пришла, не успела на Zoom. Это... Я что-то пропустила. Что именно? Ну, три человека, это как? Ну, бадди, бадди, можно два человека, да, вы себе берете одного человека, а можно два. Вот как мы работаем по командной стратегии. Один человек вверху, и два человека под ним, с которыми они плотно взаимодействуют. И видео из трех частей, да? Нет, не видео. Это работа, как бы, в команде, поддержка командная человека. А, как бы, ну, дуэты вы делаете максимум с одним человеком, естественно. А, все, поняла, спасибо. Всем спасибо за деньги. Пожалуйста, ребята, все. Тогда всем пока. С первым. Ибо пока. С наступающим хорошего вечера. Пожалуйста, и вас с наступающим, и вам хорошего вечера, и завтрашнего дня. Держитесь. До свидания. Ну, это да. До свидания, ребята. Пока. Пока. Спасибо, до свидания. До свидания, пожалуйста. Спасибо, до свидания. До свидания, пожалуйста. Пожалуйста.